все запись включили продолжаем да посмотрите мы должны сейчас создать классовый селектор our box да здесь наши свойства пишем здесь пишем высоту да допустим это высота как пишется а давайте сначала with высота 300 пикселей потом высоту пишем высота допустим 250 пикселей и потом здесь давайте бордом не будем писать сразу же это бэкграунд экран экран color пишем пишем какой есть какой color есть который вы знаете грейм допустим на хорошо пока лога и в описании ну-ка сохраним вот наш компонента наш компонент то есть он пока не работает почему потому что мы наш ссс которые мы только что создали ссс мы не подключили кого в нашем проекте да вот лиджи с открываем и мы подключаем нашу вот мы это сделали вот мы подключили нашу этот ссс то есть это тоже легко но если мы хотим уже дальше внутреннюю стену или верхнюю мы можем поработать а вот 8 маршин маршин полностью допустим до 20 пикселей давайте внутренне что что этот он будем 15 пикселей вот мы это сдали хорошо далее если мы хотим к color поменять внутри вот мы это дали вот он работает хорошо мы сейчас посмотрели что это также шаблонизатор которому мы можем этот всю нашу этот писать и смотрите самое важное это у нас то что параметры которые от серверной части из бэкэнда придает а вот это как передается для этого сейчас что делаем вот смотрите в нашем проекте нашем проекте да мы с вами смотрели что вот внутри roads это все что связано с бэкэндом здесь сохраняется да смотрите вот здесь это получается index.js если вы когда если вы помните мы когда инициализация нашего проекта делали мы там писали что index.js как раз будет наша стартовая поэтому и вот index.js мы его открываем через облайн вот здесь если посмотреть вот как раз бэкэнд сторона до пэкэнд сторона и смотрите вот здесь этот что происходит мы получается это экспортировали наши экспресс модуль мы экспресс модуль этот вот экспортировали и присвоить его к переменной экспресс а потом мы создали еще переменные роутер которому бы присваиваем роутер из нашего модуля экспресс да хорошо так сделали теперь мы пишем роутер это путь то есть путь который работает через кет запрос запрос есть разный дакет есть пост из потом вол есть много до таких мы как раз где-то просто здесь нет запрос мы создали потом то что вот этот слышь означает да это означает что на локальную то есть на старту и можно сказать это как раз на слышь вот на слышь когда мы обращаемся роутер get слышь получается а наш проект это получается наш проект на 3000 парту запущена эта часть управляется внутри нашего проекта есть папка бин вот внутри папки бин есть у нас файл 3w если мы его посмотрим здесь как раз создается наши то есть основные моменты нашего веб-сервера здесь это корректируется да то есть вот смотрите мы здесь говорим что в 3000 порту чтобы открывалась наша проложение вот 3000 партула здесь пропишется вот здесь если мы поменяем на другой порт он всегда будет это это подработать так то есть на 3w это вы должны заходить вот прекрасно 3w когда мы заходим это основное наше это локальное такое стартовая этот является вот этот индекс а индексе когда в индексу это вот в этот нашу страницу как-то заходим на этот путь то мы здесь говорим что вот смотрите вы даже так же риквеlem это то что от клиента приходит это request то есть запрос от клиентов не хоть это запрос то а то что рос это клиенту бы то что отвечаем к результату это раз мы клиенту отвечают это клиент запрашивает это клиентом отвечает а next это мы хотим если после этого запроса что мы хотим этот используется next мы пока можем убрать хорошо да посмотрите request и раз есть вот от клиента пришел рекой запрос рекой запрос так если мы хотим посмотреть от клиента что приходит мы можем его же request внутри реквеста что есть мы можем посмотреть как мы это можем посмотреть вот смотрите мы пишем просто консоль . лог если мы хотим просто request полностью посмотреть мы пишем рэк рэк посмотрите вот если мы когда просто на сервер отправляем локал хост 3000 до вот когда макро нам же вот это возвращается ждать но наш запрос к когда мы enter нажимаем то есть на клет на этот сервер пошел до этот сервер на сервер пошел это очень много информации на сервер отправляем это что мы отправляем мы можем это посмотреть почитать просто от клиента пришел запрос то вот на консоль лог вытащили вот я это сохранил смотрите то что я серверной части я изменение делаю логику изменения делает чтобы это все изменения вступила в силу мы должны обязательно сервер перезагрузить а если вы помните мы в клиенте то что мы делали мы писали в эти бесс или акции сессии мы писали он просто этот без перезагрузки работал потому что фронты фронт-энте мы то что меняем она этот не требует нам перезагрузки сервера посмотрите теперь себе перезагружаем для этого мы просто останавливаем контур сети до контур все остановили потом мы снова пишем этот нпм старт вот нпм старт делали да теперь я вот эта часть чтобы вам видно было я чуть-чуть меньше сделаю вот так то теперь смотрите вот теперь также мы нажимаем enter вот enter когда нажали вот нам вот смотрите то что от сервера перешел это полностью вот сюда написано написано чтобы его посмотреть что вы поняли да давайте консол лог это мы просто вытащим сюда сначала это слово 123 просто вот 1234567 вот это мы сохранили сервер останавливаем вот тогда и смотрите что произойдет вот мы серьезно вот каждый раз мы когда обращаемся на этот путь на этот путь так нам должно выходить это в консоль 1 2 3 4 7 до вот нажимаем он вышел вот он выходит так еще раз нажимаем а он остановился вот еще раз нажимаем он выходит обновление он выходит вместо этого мы просто говорим что давайте вытащили рак вас от клиента что пришел да вот мы это сделали сервер перезагружаем от клиента что приходит а теперь смотрите вот от клиента очень много эта информация приходит это очень много слишком много да вот так здесь вы можете найти то есть клиент который работал именно в айфоне работал либо в андроиде работал или просто через десктоп имя компьютера можете найти здесь айпи адрес который клиент отправляет можете найти браузер который этот клиент пользуется допустим хром или там возила или опера вот здесь все пишется то есть вот вы должны знать что вы простую когда вы ссылку нажимаете он на сервер отправляется такой огромный этот информации которые вы можете поймать то так что мы вот этот реквест это нам понятно да теперь смотрите что мы делаем что мы делаем вот мы получается на сервер на backend приходит этот обращение от клиента на этот путь то мы говорим просто клиенту отправь в качестве результата этот отправлендер то есть рендер индекс индекс это сокращенный вариант от речи б с вот эти б с индекс а что такое индекс б с мы это прекрасно знаем что это вот этот наш hbs так вот мы как раз индекс б с это и как раз этот нам отправлялся да вот мы вроде бы изменению сделали вот сюда мы сохраняем вот сервер призываюсь работает вот мы хоть поменяли вот здесь этот на hbs он работает так что вы должны знать что результат рендер это hbs это сокращенный вариант это индекс мы просто пишем теперь смотрите хорошо это первая наша страница давайте создадим этот бэк-энде именно другую страницу то есть другую страницу попробуем сделать для этого мы создаем такой же путь такой же путь так вот смотрите мы такую же путь создаем но именно мы сюда пишем и мы когда обращаемся на обау обау вот вот и баллка и балл допустим для этого мы создаем индекс и вместо то есть этот аналогичную такой шаблон мы создаем он шаблон будет тоже называть обау вот и болты чпс до болты чпс мы такие у даже сюда мы сейчас это посмотрим да но перед этим я бы хотел бы вам показать вот откуда приходит экспресс да на приходил экспресс если мы помним то есть параметр тайтл передавался и вместо параметра тайтл его значения нам экспресс он показывался на все параметры в дпс и должны быть внутри двойного это фигурной скобки фигурной скобки да теперь а то есть на индекс hbs мы передаем вот эти параметры то есть это первые параметры у нас тайтл мышка у меня вот первый параметр тайтл это экспресс придалось то мы можем вместо экспресс написать допустим этот просто колледж под колледж вот написали сохранили сервер перезагружаем вот если мы здесь это посмотрим вот смотрите место то есть на тайтл на нашу тайтл вот сюда да на нашу тайтл уже возвращается слово колледж колледж мы уже знаем что откуда приходит там и получается на hbs передали один этот параметр это тайтл так пошло то допустим это второй параметр создадим каждый параметр создается после запятого да вот здесь это создает допустим давайте группа вот кровь параметры создали игрок двоеточие и потом этот сюда пишем ну допустим стринговая допустим этот стринговая двойная кавычка или одинарная кавычка этот нам без разницы вот сюда допишем пишем и в 918 да хорошо вот группа написали мы этот этот параметр этот параметр мы сейчас встретим именно в hbs вот здесь допустим привет от handlebars к группе группе допустим вот гроб должно прийти дам от сервера хорошо мы оставим гроб просто до кровь если мы сервер перезагрузим вот если посмотреть вот здесь к группе гроб пошло до гроб так и пришло но мы хотели бы чтобы вместо гроб наши это значение нашего параметра пивьё 918 вышел до что мы неправильно сделали неправильно сделали потому что вода гроб если мы хотим чтобы это узнать что это параметр который от сервера передаются мы тогда его должны заключить внутри двойной фигурной кавычки скобки да вот так мы это сделали вот так и наша группа выходит так все группа выходит если мы хотим здесь уже html там совесть и применять мы это знаем из предыдущих наши знания которые в первом втором курсе либо ну этот в осеннем средства мы изучали да хорошо это приходит вот вы сейчас узнали что можно от сервера передать к фронт-энду вот виде параметров да хорошо это пошло теперь смотрите мы создаем мы этот такую же страницу about about он будет у нас открываться файлы about hbs мы туда мы туда допустим этот параметр не тайтл а отсюда допустим этот передаем параметр вам вот вам вам допустим этот фамилию передаю сайта на им вот на им на им передаем нурлан вот я специально разным делаю даже двойные кавычки либо одинарные кавычки это обязательно это стринговое значение вот нурлан а потом допустим я передаю сюда ну допустим h h передаю допустим h39 вот мы уже числовое значение передаем да хорошо мы выбору получается 3 передали теперь мы получать индекс hbs у нас есть мы должны создать новый hbs контур new и ему здесь этот создаем about about . hbs вот мы создали и мы внутри этот пишем нашу давать в эту стилистику сделаем и стиль ну хорошо вот здесь это пишем h1 h1 вот сюда пишем что мы пишем давайте два этого мы пишем просто фамилия 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 вот сюда вы ставим этот нашу там параметры помда хорошо вот здесь теперь закроем нашу теку закрыли потом имя просто имя вот здесь этот теку допустим h2 сделаем вот сюда будет этот наш и имя приходит то моим потом вот здесь возраст возраст аж ты наверно поставим да аж ты хорошо мы это то что и поставили и мы сюда пишем h вот поставили да теперь это хорошо работает сервер перезагрузим чтобы серверную часть тоже этот заработал хорошо мы это сделали теперь смотрите вот он открывается а здесь мы попробуем как вы здесь указали мы перейдем на обау для этого пишем а так и пишут обау вот фамилия саидов имя нурлан вот этот все заработало да тебе смотрите на ибо чтобы перейти мы даже ссылочки сделать то вот как раз шаблонизатор хэндл барс это нам помогает в чем вот этот экспресс то должен сказать экспресс помогает вот так вот смотрите обау течпы заходим мы могли бы сюда сверху поставить наши ссылочки до ссылки но мы эти ссылки можем поставить на прямо же на летать без вот сюда до воде который да мы это внутри теки поди мы можем этот нашу ссылочки организовать вот а аж вверх вот сюда допустим мы просто пишем это главное наша главное переходим в какой там главное это просто вот так и вот сюда пишем на главную страницу а вот так и мы на этот теку закрыли а потом второе это будет у нас а а вот здесь как раз будет у нас обау обау то есть это на мою страницу страницу хорошо вот так создали это мы сохранили так делали вот смотрите у нас этот а давайте вот после этого поставим поставим пр чтобы он хотел да смотрите мы в одном месте этот вот это все сделали получается он любом hbs файле который мы делаем он будет повторяться и смотрите это сделано вот на главную нажимаем на главную переход на мою страницу нажимаем на мою страницу переходит вот двух страницах она он уже есть хорошо да это чек понятно вот смотрите если мы хотим допустим еще допустим какой-то бэкэнди допустим какой-то переход мы хотим сделать то вот здесь мы аналогично это создаем такие пути обау вот допустим вот здесь у нас будет контакт хорошо вот такую мы сделали на такую же путь этот мы создаем аналогично этот айтбэс мы должны создавать а потом мы должны этим контактом допустим это там посмотри да хорошо контакт сделали теперь вот такую же это создаем сохранить контакт с точки с бэс вот сохранить а потом вот здесь допустим этот вот что мы пишем ну вот допустим сайтов нурлан салдашевич хорошо а потом обиделов обе тела один ли сон и потом баба и папа и диктурган назар пикович вот хорошо мы три сделали каждый должен этот через переход строк то вот так это мы взяли ставили уже поставили теперь контакт с hbs он должен заработать так это мы сохранили теперь индекс hbs он там работает вы короче хоть хоть передаем вот эти параметры то эти параметры мы можем там не встретить просто плата вот так твоя точа ну короче вот так вот там не будем включать их это мы сделали вот сохранились сервер перезагрузили теперь вот он уже у нас работает эти два работает так но если мы хотим на контакт с прийти вот напишем ком так он уже переходит так на главную выходим вот так теперь если мы хотим там же уже этот ссылки давать сразу ссылки давай то мы можем поддерживать так да и вот этот контакт сюда написать и потом данные он есть вот нажимаем контакту данные на мою страницу на главную страницу вот все работает хорошо мы получается сегодня это попробовали запустить проект на но джесси а вот джесси да ребята вам задание получается дополнительное задание да мы первое задание это у нас было гитара гитарды зарегистрироваться да а потом второе задание которое вы должны сделать сделать такую папку создать на рабочем вашем столе это пусть вот аналогично колледж или ваши ваши имя можете поставить каждый день тоже такую сделать потом внутри это установить все потом создать такую три страницу которая обращается три раза в бакен такую да и это все должны вы снять хоть на телефоне допустим это вы просто телефон открываете у мне покажет и так на телефоне вот колледж вот эту я папку создал на джесс проект все это установил потом а вот через проект npm старт нажимаю и у меня стартуется вот главная страница открылась потом переходим на мою страницу а контактные данные все это работает вам задание такое что вы должны такое сделать ребята мы сегодняшнее это сделали вам две задания китхаб и такой страницу вы должны сделать и отправить на через телефон и этот вы должны такое создать и вот смотрите вы когда создаете это видео файл вы должны загрузить его на вашу допустим google drive либо mail cloud вы даже загрузить потом вот эту ссылку которую вы сделаете до ссылку вы должны разместить именно в парке которым вот смотрите алия мазобековна она же создает вам google таблицу где вы ее почта гид репозиторий так вы получается вот сюда вы должны дополнительно создать вы должны дополнительно получается создать там еще одно поле которым этот выбор будете ссылку прикреплять на вашу видеофайл да хорошо ребята всего на сегодня все уже домашнюю работу получили то что домашней работы которую сделаете гитра гитра при позитории создаете регистрируете это будет 2 балла и то что вы сейчас то что мы прошли с вами сделаете это тоже 2 балла будет то есть 4 балла вы должны заработать до следующей недели вопрос есть ребята своем проекте я могу исправить быстро но если вы будешь так это если вы подключил тоже отлично будет но смотри но вроде бы этот мой легкие вещи делаем но нам самое главное вы основу понимали но при этом еще все студенты понимали хорошо но ребята смотрите сразу же этот открыто я скажу если у кого-то там желание будет дальше же любой проект дальше развивать я всегда готов вам любое время помогать но все ваши вопросы пишите на общую группу чтобы ваш вопрос тоже студентов тоже это они видели так что вы хотите сделать и что вы в конце получите ребята понятно но самое главное смотрите big назар не всем минимальные требования которые домашней работы у я вам отправлю должны выполнять все то есть если у кого-то хорошо получается в каком-то области если вы будете продолжать если какие-то вопросы будет я буду вам помогать это я согласен всегда готов любое время даже можете приходить пойти к 1 я всегда там нахожусь а если вы не сделаете какие-то домашнюю работу но это вам будет минус поэтому ребята вы всегда делайте домашнюю работу и отправлять хорошо еще есть вопросы ребята тогда если нет вопросов тогда все завершаем наше занятие до следующей неделе вы всегда отправляйте если вопросы пишет будет пишите на вот те сегодняшние записи которые мы с вами делали отправим загрузим на наш youtube канал да и в я вам ссылку тоже отправлю хорошо ребята будьте на связи пишите на ватсапе до свидания до свидания хорошо до свидания